Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это значит, что у преданного нет другой цели, кроме того, чтобы действовать в сознании Кришны ради удовлетворения Господа. При этом, занимаясь чем-либо, преданный должен думать только о Кришне. Кришна велел мне сделать это дело. Тогда он, естественно, будет думать о Кришне и таким образом достигнет совершенства в сознании Кришны. Необходимо, однако, отметить, что человек, сделав что-то по собственному усмотрению, не должен предлагать Господу результаты такого поступка. Такая деятельность не относится к предному служению в сознании Кришны. Предный должен действовать строго в соответствии с указаниями Кришны. Это очень важно. Мы получаем указания Господа по цепи ученической преемственности от истинного духовного учителя. Поэтому исполнение указаний духовного учителя должно стать для преданного главной обязанностью в жизни. Если человек принимает истинного духовного учителя и действует в соответствии с его указаниями, он непременно достигнет совершенства жизни в сознании Кришны. Во всех делах и начинаниях всегда полагайся на меня. И помни, что ты находишься под моей защитой. Таким образом, занимаясь предным служением, всегда думай обо мне. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так или иначе добродетельные люди полагаются на Бога Но у них есть такая поговорка На Бога надейся, сам не плашай На Бога надейся, сам не плашай Часто я когда слышу это, это означает, что ты вместо того, чтобы молиться, делом занимайся Так ведь? Да Ты там про Бога, ты просто не хочешь трудиться, не хочешь работать, не хочешь чего-то добиваться Все на Бога полагаешься Но на самом деле Вначале говорится На Бога надейся Ну а потом уже сам не плашай Почему так говорится? Почему не наоборот? Потому что каждый человек в этом мире Он считает себя Господином На самом деле каждый человек себя считает Богом Может быть это не явно Но подсознательно Подсознательно каждый думает, что я Бог Почему? Из чего это вытекает? Во-первых, человек думает, что я добьюсь всего Я сам добьюсь всего Во-вторых, когда он обращается к Богу То как он относится к Богу? Потребительство А? Потребительство Он говорит Помоги мне Помоги мне исполнить мои желания То есть Кто он на самом деле? Я наслаждающийся Я Бог А ты мой слуга Подмена Подмена в этом Человек обращается вроде к Богу Говорит Помоги мне Но на самом деле Он просто Использует Бога Как своего слугу Он думает, что Бог Это мой слуга Просто хороший слуга Я к нему как следует Обращусь Свечку поставлю Или молитву почитаю Поклонюсь ему И он исполнит все мои желания Потому что кто исполняет желания? Исполняет желания слуга Хороший слуга Всегда исполняет желания господина Здесь как раз Комментарий об этом говорилось Но нужно понять одну вещь Кто из нас Бог Кто слуга Нужно понять, что я слуга На самом деле На самом деле мое предназначение В том, чтобы Исполнять его волю Его желания Вот это называется Сознанием Кришни Или сознанием Бога Как хотите называть То есть человек Сознающий Бога Он сознает свое истинное положение Он понимает Что я слуга А он господин Я должен ему служить Исполнять его волю Его желания Вот истинное понимание Вещей На Бога надейся А сам не плашай Потому что Что значит на Бога надеяться? Это означает Что я хочу служить Богу Но я не знаю как Сознание Бога Или сознание Кришны Означает Я хочу удовлетворить Бога Но не знаю как Поэтому я призываю к Нему Я говорю Как я могу тебя удовлетворить? Пожалуйста, помоги мне понять это Вот истинный смысл духовной жизни Не наоборот Если я говорю Господь Исполняй мои желания Это означает Что я думаю Что я Бог На самом деле Он мой слуга Хороший слуга Всемогущий Всемогущий слуга Как джин Ты говоришь Хоп Сделай это А он тебе бах И сразу сделает А теперь опять Пока не нужен Я тут пока сам справлюсь Но как только проблема Господи Джин такой Слушаюсь Исполняй мои желания Все исполнил Обратно Преданный должен Преданный это слуга Хотя это слово Слуга Никому не нравится Это мне Служить бы рад Да прислуживаться Тошно То есть На самом деле Сейчас Нет настоящих Господ Господ Настоящих Господ Настоящих Слух Но кто такой Настоящий Господин Как определить Настоящего Господа Кто такой Настоящий Господин Вы когда-нибудь Встречали Настоящего Господина Представитель Бога Даже его Название Господин Происходит Слов Господь Да Это означает Что он должен Быть представителем Бога Но кто По определению Господина Как вот Определить Кто такой Настоящий Господин Я бы Служить бы рад Да прислуживаться Тошно Но если Настоящий Господин Да Никто не откажется Служить Все будут Служить Замечательный Господин Буду служить Этому Слуху Верой Правдой Всю жизнь Ему отдам Но кто Ж такой Настоящий Господин Как его Академия Он сам Служит Хорошо Всегда А он Бога Ничего не требует Всегда Хорошо С ним Он говорит Нормально Не волнуйся Ну покуришь Немного Ничего страшного Всегда Хорошо С ним Но с ними Поэтому Покуришь Не подойдет Ну а еще Какое Определение Он сам Служит И бескорыстный Он Понимает Что это Немного Заботливого Оооо Оооо Что-то Близко Однажды Одному Какому-то А Нашему Чубайсу Задали вопрос Скажите А почему Вот вы Именно Такой богатый Такой успешный Почему вы Такой вопрос Опрос Проводился Всех Успешных Людей Он сказал Потому что Я самый Достойный И Какого-то Там Арабского Какого-то Шаха Или Не знаю Какого-то Султана Спросил А вы Почему Вы Им Почему Вы Он сказал Господь Мне дал Удачу И богатство Чтобы Я мог Служить Моя Ответственность В этом Смысл Моя Жизнь Такие Разные Ответы Поэтому Чубайс Ограбил А Этот Наверное Думает Как же Позаботиться О своем Народе Ну Что Такой Настоящий Господин Настоящий Господин Это На самом Деле Тот Кто Служит Богу Потому Истинным Высшим Господином Является Сам Господь Высший Господин Сам Господь Но Понять Бога Не так Просто Вот Я хочу Быть Слугой Бога Вот Такое Заявление Я хочу Стать Слугой Бога Ну А Как Стать Слугой Бога А Выполнять Его Наставление Выполнять Его Наставление Как Скажите Директор Джихад Неверных Всех Надо Ночитывать Ну Так Говорится Неверных Ночитывать Пророка Мухаммеда Спросили Что Такое Джихад Он Сказал Это Непримиримая Борьба Непримиримая Война С неверными Которые Живут В нашем Сердце Знаете Есть Такое Мусульманское Аминдут У меня Не мусульманс Так Это Значит Один Мусульман Бьет Гуляет Во все Тяжкие Пускается Ему говорят Эй Али Почему Ты Так Живешь Разве Коран Не читал Не читал Я По Корану Жил Как Ты По Корану Там Написано Ешь Пей Весел Там Написано Дальше В ад Пойдешь Ну Я Не Могу Всему Сразу Следовать Своё Нашел Нашел Своё Поэтому Да Но Человек Видите Он Всегда Интерпретирует Вот В чём Проблема Каждый По-своему Интерпретирует Священное Писание В этом Проблема Как я могу Понять Бога И как Я могу Исполнять Его Волю Я могу Взять Бхагалагиду Почитать Сражайся Ничего Не бойся Сражайся Со Своими Родственниками Как Это Понять И Потом Кто-то Какой-то Там Александр Дворкин Прочитает Надо Запретить Эту Книгу От Кришна И Всех Надо Вообще Запретить Вот Он Так Понял Ему Говорят Но Извините Даже Люди Посторонние Говорят Но Ни Один Кришна Еще Никого Не Обидел У них Наоборот У них Ахимса Не Причиняют Насилие Никому Это Принцип Их Жизни Нет Написано Вот Видите Он Так Понимал Но Надо Еще Понять Волю Бога Надо Правильно Понять Так Ведь Мы Можем Каждый По Своему Понимать В Меру Своего Каждый Понимает Другого В Меру Своей Спорченности У У У У У У У У У Зависть У 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 читать это все будет преломляться через эти качества в чем проблема гневливый человек прочитав он будет думать о пора взяться за дело надо этих неверных тех поставить на место жадный человек будет думать о прекрасно надо просто вот молитву прочитать и все тебе придет все будет появляться в твоей жизни каждый будет понимать это в меру своей испорченности невозможно понять бога это очень сложно пока наше сердце не чисто но чистый человек но сердце чист он может понять но прежде нужно очиститься нужно свое сердце очистить знаете как сердце это как радиоприемник она настраивается на волну нужно на волну бога настроиться поймать там помехи и там броника что-то там такое есть но искаженная какое-то что-то прозвучало это пропало мы еще это поняли неправильно а вчера мы были на махате там был смешной случай преданная а жена одного преданного увидела сон она как-то вот не очень как бы вот знаете не очень вдохновлена всем преданным служением но она замечательный человек но она как-то вот пассивно не хочет активно служить богу и случился сон к ней пришел во сне прахупада интересная вещь прахупада подошел там были преданные там был ее муж она все помнит питались не пропал подошел к не сказал не волнуйся я позабочусь о своей сестре а ее сестра больно какие-то проблемы я не знаю точно но она услышала это это преданное рассказывает этот сон другому преданное рассказывает следующему говорит знаешь у этого преданного жена у жены во сне пришел правупада сказал не мешай своему мужу служить я позабочусь о твоей сестре и это преданное рассказал эту историю всем именно в таком виде в таком форме интересно начало там не было но он откуда-то появилось чтобы спрашивал этого преданного чья жена видела сон как было дело пропад сказал я позабочусь о твоей сестре и все пытали и так и сяк нет таких слов не было я потом вспомнил беру есть такая игра параматма называется знаете эту игру две команды две команды выстраиваются и по очереди каждый выходит с командой по одному человеку и каждому читают шлоку из из бхагава гиды например вот одному и второму причем не на санскрите а смысловой перевод и он должен передать это следующее как запомнил так и вот следующий выходит он передает тому а тот уже в свою очередь передает следующим так там если человек 5 6 7 10 и последний выдает иногда это полностью не за иногда что-то близкое вот представьте вот так вот понимаете да телефон есть приемник есть сердце на самом деле это приемник но он как-то испорчен как-то помехи какие-то и как же понять волю бога на самом деле понять волю бога это не вопрос нашего выживания там еще что-то это вопрос нашего счастья каждый хочет быть счастливым правда но люди почему-то не понимают что бог исполняет их желание они трудятся они в общем-то добиваются успеха в жизни но в конце их ожидает полное разочарование счастье не пришло пока ожидали счастье как-то было эйфория ожидание счастье человек может быть счастливым когда он ожидает вот 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 но когда пришло все оказывается богатые тоже плачут причем у них гораздо больше проблем оказывается чем обычно гораздо больше чем ужасные проблемы смысла жизни никакого нет человек добился всего 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 чего хотел и дальше он не видит никакого смысла поэтому очень большой процент самоубийств среди богатых людей среди японских топ-менеджеров огромное количество самоубийств именно почему-то среди этих успешных людей почему-то у них очень много проблем жизни но это не означает что богатство это что-то плохое нет богатство само по себе но нейтрально как нож наш нож это нехорошо и неплохо в руках преступника это смертельное оружие а в руках хирурга это спасительная вообще он может спасти жизнь человеку представьте одна и та же вещь да в руках преступника несет смерть а в руках врача несет жизнь уточнение уточнение согласен преступники тоже разные бывают если не рассказывал историю про как один вор встретился с кришной но один вор он грабил людей и однажды там проходили преданные такие саньяси отвлеченные с ножом на них напал там давайте все да мы рады но у них ничего нет только одно французское блюдо шаром покати у нас ничего больше нет он говорит ну как нету вот вот только вот накидка ну и вот специальная специальная работа для да пожертвами собирается ну больше ничего нет ну знаешь но он разочаровался такой вот мальчик мальчик молодой то есть его научили знаете вот эти пацаны которые выросли во дворах они такие очень смышлённые видимо он чем-то понравился им что ли знаете что я тебе один секрет открою мы знаем одного мальчика его зовут Кришна маленький такой вообще безобидный вот на нем столько драгоценностей если его ограбишь на всю жизнь даже потомкам хватит он сразу заинтересовал где его найти да он там есть в риндаван в деревне вот иди он там там найдешь ну пришел мальчик куда и вот начал спрашивать у местных жителей а где Кришна мне нужен Кришна ну все таки при Джавасе они думают ну иди еще один преданный пришел к Кришне они сказали ну наверное на Гавардхане и туда там он там сейчас коров пасет там со своими друзьями играет ну пошел туда подходит и спрашивает где Кришна да вот только что здесь был ушел вот мол туда сходи он пошел туда там значит то же самое вот только что был вот здесь где-то был но при Джавасе они же ведь тоже они трансцендентные они как бы вот чувствуют Кришну что Кришна был они знают какой маршрут Кришны они знают этот маршрут вот то есть они они живут этим они говорят ну наверно вот пошел на какой-нибудь на Расхакун вот сюда сходи вот он ходил вот так вокруг вот здесь был только что ушел и вот он парик вот совершал там и пока он ходил искал его у него разбилось такое сильное желание увидеть этого Кришну этого Кришну поймаю что Кришна немедленно появился он немедленно появился перед ним сам Кришна появился он сказал о ты меня искал пожалуйста можешь снять все мои драгоценности ты же хотел мои драгоценности но когда он увидел Кришну он вообще забыл про драгоценности ему уже драгоценности не нужно удивительно вот видите даже преступники разные но факт заключается в том что мы должны все-таки эту волю Кришны узнать потому что человек который знает волю Бога и действует в соответствии с ней это абсолютно счастливый человек это человек абсолютно успешный абсолютно вот стоит нам узнать волю да что я должен сделать для тебя знаете успех полностью обеспечен полностью ну Кришны здесь говорит во всех делах и начинаниях всегда полагайся на меня и помни что ты находишься что имеет ввиду Кришна не имеет ввиду любые дела какие угодно это те дела которые мы хотим посвятить ему то есть мы хотим исполнить его волю вот в этом случае Кришна говорит во всех своих начинаниях ничего не бойся полагайся на меня и полностью успех обеспечен не представьте себе такой человек обладает огромной властью но это не такая власть внешне да потому что когда человек хочет удовлетворить бога то духовная энергия даже материальная она полностью начинается она начинает помогать но когда человек хочет удовлетворить свои чувства то материальная энергия что она делает она его начинает заманивать морковка смотри какая морковочка и когда он подходит к этой морковке она берет достает полку шрах а потом снова и медленно снова морковка и человек сначала больно он разочарован но потом когда боль проходит он видит морковку снова и он думает ооо не так все плохо просто с первого раза не получилось и что он делает он дальше за этой морковочкой а там опять шарах он опять ааа и немедленно опять морковочка хахахаха или пряник или пряник почему так потому что говорится что материальная природа это супруга господа материальная природа это супруга господа и как мы можем наслаждаться чудовищем как это называется чем больше у нас желание наслаждать свои чувства тем более развращенным человек становится он начинает смотреть на всех женщин как на объект своего вожделения если сейчас вы обычному мужику на улице скажете что на женщине нельзя смотреть с вожделением он скажет ты вообще откуда взялся ты откуда взялся такой дурак на самом деле даже если мы просто даже не чужими просто пытаемся наслаждаться это просто это сознание вора который хочет чужую жену украсть как Равана Равана знаете кто такой Равана он украл мать Ситу мать Сита это воплощение это жена господа Рома Рамы это воплощение его энергии да то есть мать Ситой может наслаждаться только господь Рамы мать Сита то есть она предназначена ему но Равана приходит поскольку Равана он завидует Раме он завидует потому что демоны они завидуют Богу у них очень сильная зависть Бога поэтому они говорят Бога нет всем всем говорят Бога нет но сами они знают что Бог есть просто очень сильно завидуют Карл Макса была такая Карл Макса я знаю что ты есть но я буду все делать против тебя у него была сильная претензия к Богу очень сильная претензия к Богу завистливый человек вот это вот насилие это проявление зависти на самом деле вожделение это тоже форма насилия но это вожделение оно сидит в сердце я узнаю волю Бога но вожделение оно подменяет мотив что делает вожделение оно подменяет мотив то есть в итоге человек он как бы служит Богу но у него мотив такой самому потом насладиться давайте да как происходит поэтому это очень сложно действовать фактически он узнал что нужно сделать что это Богу нужно но сам решает какую он выгоду получит да и в принципе делает но вот это вот ожидание выгоды оно остается поэтому нужен духовный учитель духовный учитель сразу видит он учитель не обманывает как отца сын не может обманывать отца как ученик не может учителя обманывать я вот работал со студентами в большом учебном заведении и они думали что я ничего не вижу как они списывают на самом деле учитель все видит все видит он каждого знает даже вот даже движение и так далее все уже понятно учителю все понятно что этот человек делает невозможно стряхнуть учитель просто может делать вид что он ничего не делает что он дурак да 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 ребята я дурак поэтому и вы станете дураками если вы хотите быть дураками ну ладно я прикинусь будьте дураками но истинный учитель он не будет никогда не станет дураками духовный учитель он никогда не гуру гуру означает тяжело его невозможно сдвинуть место его невозможно переубедить склонить к компромиссам не может потому что он служит богу а как можно быть безответственным быть слугой бога и быть безответственным ну представьте у президента секретарь он безответственный человек это же вообще это же зачем такой секретарь то можно нет если ты служишь такому господину ты должен быть бескомпромиссным человеком ты должен быть абсолютно честным иначе такие важные дела можно стать причиной вообще страшных вообще последствий большая ответственность и гуру он осознает ответственность и гуру очень смиренен и гуру чист истинный гуру он чист он не пытается найти свою выгоду чистота означает человек не ищет своей выгоды у него нет своей выгоды никакой его жизнь его счастье заключается в том чтобы удовлетворить бога в этом его счастье у него нет собственных желаний но истинный духовный учител нет собственных желаний но чем отличается истинный духовный учител от ложного учителя и обыкновенного человека у учителя нет собственных желаний он живет только желанием бога и в этом его счастье поэтому он испытывает всегда счастье он знает волю бога другими словами он знает как его удовлетворить и поэтому он всегда счастлив Представьте, вы удовлетворили Бога. Когда мы удовлетворим своего ребенка, мы уже счастливы, мы на небесах. Удовлетворил своего ребеночка, маму, папу удовлетворил, друга близкого удовлетворил, что-то такое ему подарил или что-то сказал,…! Мы видим, как он счастлив. Мы испытываем такое счастье.» Вы представьте, что удовлетворили Бога, источник всего этого счастья. Если от обычного человека какое-то счастье мы получаем, а какое счастье получает Духовный Учитель? Гуру Махарадж, я сегодня говорил об этом, но мы при этом и сообщались, и я ему сказал, что у Гуру Махараджа была такая история, он общался с этим мультимиллионером каким-то американским, и был такой момент, этот миллионер почему-то решил рассказать о своей горькой судьбе Гуру Махараджу. Он два часа рассказывал, как он несчастен, а потом вдруг остановился и говорит, что это я вам это все рассказываю, что я никому никогда не рассказывал. А он такой очень тупливый человек, то есть очень сознательно действующий человек, он такой человек, который все хотел понять в жизни. Он говорит, почему я тебе рассказал, и такой забеспокоился, а потом говорит, я понял, потому что ты счастливый, я великий счастливый, поэтому я тебе рассказал. Я хочу быть счастливым, как мне стать счастливым? Гуру Махараджа начал рассказывать про прабху Пагабри. Он сказал, что мой духовный учитель был такой личностью, он был счастлив всегда при любых обстоятельствах, ему ничего не нужно было ни от кого. Абсолютно независимый человек, ни от чего, и всегда счастливый, при любых обстоятельствах, что бы ни случалось. Этот еще больше округлил глаза, я не понял, как. У него сразу зародилось это желание, как мне стать счастливым, на самом деле, я думал, что мне богатство поможет, но оказывается, бесчастье, ничего не нужно. И вот он удивил его, вот этой фразой, он сказал, что мой духовный учитель был счастлив при любых обстоятельствах, ему ничего ни от кого не надо было. Наоборот, он хотел всем все дать. И потом рассказал ему по Бхагава Бхитву. Он сказал, мне нужна эта книга, я бизнесмен, я знаю где. Успех. Я знаю, на что ставить. Я деловой человек. Мне нужна эта книга. И вот потом Гуру Макараджи ему присылал. То есть, духовный учитель, ему от нас ничего не надо, мы ему ничего не можем дать, на самом деле. У него уже все есть. Если в нашем сердце живет Бог, то уже ничего человеку не надо. Все остальное это уже производное. Это уже, как сказать, несущественность. Человек счастлив, поскольку воля Бога означает предназначение. То есть, человек счастлив тогда, когда он исполняет свое предназначение. Когда человек знает свое предназначение, он даже не боится смерти. То есть, если ему нужно умереть за свое предназначение, то он спокойно это не знает. То есть, если он знает, например, как воин, да? Воин. Он знает, мое предназначение это сражаться. Чьей он не боится смерти вообще? Он наоборот ждет ее. Он знает, что умерев, он достигнет совершенства. Это в этом его предназначение. Поэтому, здесь Шилплупада говорит, что очень важно найти такую личность, от которой мы можем получить, понять, в чем наше предназначение. Духовный учитель, он очень хорошо знает своего ученика. Если я хочу быть слугой Бога, хочу исполнить свое предназначение, я должен спросить у духовного учителя, в чем это предназначение. То, что я должен делать. Когда я начну это делать, у меня будут какие-то ошибки, будут проблемы. Но у меня есть духовный учитель, который скажет поправить меня. Как отец, он всегда поправит своего сына. Он всегда был выживателем. И вот действовать под указанием истинного духовного учителя, это и есть совершенство жизни. Потому что тем самым мы можем исполнить воду. Это называется буддхи-йога. Буддхи-йога означает путь разума. То есть мы должны включить свой разум. Отдухотворить свой разум. Мы должны понять истинную. Что значит отдухотворить разум? Понять истинную цель жизни. Потому что в нашем разуме сейчас много ложных целей. Почему люди несчастны? Почему даже достигнув успеха во всем, они разочарованы? Почему? Потому что цель была ложная. Ложная была цель. Значит, разум был обусловлен. А духотворить разум означает понять истинную цель. Ну хорошо, я понял истинную цель. Что дальше? Мне духовный учитель сказал. Почему у ученика возникают проблемы? Про любви цель ясна. В чем проблема? Боится ответственность? Да. Действует так, как учитель сказал. Почему? Не полагается на кричму. Не полагается на кричму. Почему не полагается на кричму? Нет веры. Нет веры. Верно. Нет веры. Надя есть, веры нет. Как говорят, надежда есть, надежда умирает последним, но веры нет. Любви нет, веры нет. Но надежда есть. Каждый человек на что-то надеется. Но ее не хватает веры. Это правильно, вера. Как же обрести веру? Откуда берется веру? В общение. А? В общение. Общение. Общение с кем? С преднами. С тем, кто имеет веру. Причем это не такая вера. Вот, знаете, у меня чудо в жизни случилось, я поверил в Бог. Небольшое достижение. Теперь я верю, что Бог есть. Я верю в Бог. Небольшое достижение. Это означает, что просто стал человеком. Но мы говорим о другом. Просто стать человеком мало. Нужно исполнить предназначение. В этом совершенство жизни. Исполнить свое предназначение. Понять волю Бога. Потому что у Бога есть на каждого свой план. Потому что когда мир создается, Бог уже расписал кто-то, чем. Не надо придумывать. Мы просто придумываем. Вот сейчас люди, сейчас вот те, кто правит этим миром, они придумали собственные цели. Собственные, так сказать, свою волю, так сказать. Навязывают людям, да? Но и к чему это приводит? И признак того, что это неправильная цель, неправильная цель, признаком основным является то, что люди несчастные. Люди несчастные. Куда вы не поедете, везде люди несчастные. И одинаковые. Потому что самые развитые, самые богатые страны поедете, еще хуже. Еще более одинокие люди. Все стремятся в Америку. В Нью-Йорк в основном. В Нью-Йорке. Но Нью-Йорк, те, кто побывал в Нью-Йорке, и пожил в Нью-Йорке, они вам скажут, Нью-Йорк это город одиноких людей. Представьте себе, миллионы людей. Сколько там живет? В Нью-Йорке. Где-то что-то 16 миллионов, да? 16 миллионов одиноких людей. Деревни как-то проще, правда? Здороваются. Каждый придет, спросит. Нужно, не нужно. Но все тебе залезут, постучатся, спросят и так далее. Мимо никто не пройдет. Хотите ли бы сказать, что в данном случае дело в количестве? В количестве? В количестве. Нет, дело в отчужденности. Потому что в городе именно вот эта неправильная цель в жизни, она как раз таки... Гущает. Гущает. В город, почему люди? С богатей там, карьеру сделать. Американская мечта? Американская мечта. Но когда ты это сделал, ты просто одинокий и вообще человек, родители. То есть в деревне никто не хочет стать. Что сделать? В деревне никто... А какую карьеру в деревне хотят? Старистом с фермером, председателем комфорта. Но если вы хотите фермером стать, вам придется тяжелым ходом. Это просто обязанность. Тяжелый труд. Тяжелый труд. С утра до вечера. Где? Можешь сделать карьеру? Там только мало. Долго. В деревне живут такие возвышенные личности. Я больше, чем в русской деревне знакомлюсь. Вижу, что там люди тоже как-то без цены живут. Поэтому пью. Вера на самом деле, это не просто я во что-то верю. Вот если вы во что верите? Я вот в это верю. А я вот в это. Это не вера. Вера – это убежденность. Это убежденность. Эта вера означает, что я точно знаю, убежден, в чем цель моей жизни, что я должен быть. Это вера. Потому что вера может двигать в горы, как говорят. Как Иисус говорил, если бы у вас была вера, сказали бы горе, подойди ко мне, и дай гора бы приблизилась. Но это вера. Это сила веры. Это убежденность. Вера – это убежденность. А вот там, я христианин, я кришнаит, я там то, я сам все. Это просто разновидности верований. Это еще как бы не является. С телом все одно. А? С телом все одно. Да. Вера – это понимание, что я душа. у меня есть господин. И если я буду исполнять его желания, я добьюсь успеха в жизни. Я буду счастлив. И на самом деле, все вокруг тоже будут счастливы. Сейчас. Потому что, когда человек выполняет свое предназначение, он не только сам становится счастливым, очень многие вокруг тоже становятся счастливыми. Называется «будхи-йога». Здесь Кришна говорит «Маи саньяся ма пархан». «Будхи-йогам упашитья». «Будхи-йогам упашитья». «Ма-чита сататам тхаван». «Будхи-йога» переводится как «деятельность преданному служению». «Таким образом, занимаясь служением, всегда думая обо мне». Люди думают, что «ну как это Богу служить? А когда я буду деньги зарабатывать? А когда я долго досел?» «Да?» «Вот эта слабость веры, отсутствие веры, в чем она проявляется?» «Ну да, это хорошо, Бог — это хорошо, это все замечательно. Но у меня же вот, у меня семья, у меня работа, мне надо выживать как-то, деньги зарабатывать». «Никогда там, знаете, вы можете тут все восорствовать, но мне же на деньги заработать». «То есть, да-да-да-да-да, обычно люди говорят, ну в старости, сейчас я вот все закончу дела, в старости, вот я уже тогда, уже у меня будет свободное время». «На пенсии?» «На пенсии, да. Пенсии для этого и предназначены. Но проблема в том, что в старости человек не меняется». «Он уже не видит, я скажу в состоянии, мы не видим, ничего не можем, ни читать, ни читать». «Я бы рад!» «Я бы рад читать вашу книжку, она замечательная». «Пусть молодые, да?» «Когда будем старые, вот тогда мы будем заниматься, а сейчас мы. А все старые не видят уже, белые ходят, все болят, глаза не видят, зубы выпали все». «Я бы и в храм ходил, но ноги болят». «Ноги болят». «Я бы книжки читал, но глаза не видят, да?» «Я бы и слушал лекции». «Ну а душа-то надо заботиться, только о теле, что ли?» «А, вот там-то и дело. То счастье-то приходит к тому, кто заботится о своей душе, о своей душе». «Потому что, вот представьте себе, у вас есть машина, да? Для чего нужна машина? «Плюс клюшки». «Ну, чтобы куда-то поехать, достичь каких-то целей». «Но, а если вы все время только машиной занимаетесь?» «На глазу, на полировку». «Полируйте, полируйте». «Мне некогда, мне некогда куда-то, ну вот машину не нужна». «Но тело – это тоже машина». «И всегда оно будет что-то требовать. Денег, там, еды, крова и так далее. Все это будет требовать тело всегда. Но разве мы должны стать рабами этого тела? Если мы стали рабом этого тела, нам некогда позаботиться о душе, то есть некогда позаботиться о себе. люди говорят, у меня есть душа. Да? Так же и говорят. У меня есть душа. То есть, это означает, я тело, и в этом теле есть душа. Да, то есть, я тело, и у меня есть еще какая-то душа. Ну, тогда, конечно, вам придется бороться за выживание, за существование этого тела. Если мы действуем из этой концепции, то у нас просто никогда не будет времени на духовную жизнь. Никогда. У нас никогда не появится вера. Но на самом деле все наоборот. Я душа, и у меня есть тело. Я душа, у меня есть тело. Как водитель, он не говорит. Знаете, иногда говорят, вот этот вот бмв, который, да, или там раньше, вот этот, который москвичи, там, жигули, шестерка, то есть, имеет в себе то есть, отождествляет человека с машиной, да? То есть, если человек думает, я машина, да, я машина. Вот. и в этой машине еще есть какое-то тело. Это абсурд. Нужно в первую очередь понять, что я душа. в момент смерти что делать с телом? В момент смерти? Ты миллионер, ты миллионер, дел простой рабочий, или там еще кто-то там. Что с ним случается? Дальше. То же самое, что со всеми. Чем они едят? То же самое, что с собакой. сжигает пеплю. Горит тело. Никому не надо, никто не берет домой. Противная вещь, правда? Но без души, да. Более, более противные вещи, чем тело, я не видел в своей жизни. Я учился в медицинском институте и с первого курса мне пришлось видеть эти тела. Более ужасного ничего в моей жизни не было. Тело без души это просто ужасная вещь. Ужасная. А вы представьте себе, мы обусловлены этим телом. Мы думаем, что самое главное это тело. А когда душа уходит из тела, это просто думаешь, а вот со стороны посмотреть, и вот ради этого я так боролся. Upgrade. Upgrade. Upgrade надо. Вот если сделать такой апгрейд и общаться с теми, кто обладает верой, то мы станем очень цельными людьми. Очень цельными. Наши верующие, человек, у которого есть вера, цель в жизни, это очень цельный человек. Он всегда вдохновлен. Ему не нужно думать утром вставать или не вставать. Почему человек не встает? Чуть не встает. Цель слабая. Вера слабая. Значит, цель слабая. Сейчас я тут наслаждаюсь, а там непонятно. Там что-то впереди ждет. Нужно обвести какую-либо. Называется Вьява Саят Микабудхи. Вьява Саят Микабудхи. Экеха Курунандана. Экеха означает одна цель. То есть Вьява Саят Микабудхи означает разум, настроенный на цель. Четко настроенный на цель. Не ветвиться. Когда вера слабая. А может туда, а может это, а может быть это, там это очень высокая цель, надо что-то вот тут еще. Сначала надо там, то, все. Много ветвисты. Много ветвисты, да. Надо его сделать очень серьезно. об этом пришли. Поэтому, когда такой человек действует, он знает, он добьется успеха, потому что он знает, чего хочет от него Бог. И он знает, что Господь ему всегда поможет. Он может на него уповать смело. Он всегда будет защищен. Всегда. Что бы ни случилось, он всегда будет защищен. Так, занимаясь предным служением, предный всегда памятует о Боге. Всегда. Потому что он понимает, без него я ничего не смогу. А материалист думает, так, надо сходить попросить чего-то у Бога. Попросил, теперь надо мы как бы и запись не будем ставить. Откупиться? Еще. Ну, когда чувствует человек, что положить там, кто золото, бриллианты, положил, ну, вроде как, все нормально. Хорошо. Теперь все будет. Есть ли какие-нибудь вопросы? Вот мы затронули тему, преданного материалиста, да, который просит, внешне занимаясь предназначением, делать это без натворения, как бы, потребностям материалов, Вот. Какие, так сказать, ну. Ну, то есть, вот, вот эти вещи, что, например, желание богатства, то есть, ну, это нам и все, там, ну, как сказать, богатство и, там, женщины, да, противоположного повода, да, это более понятно, что, как бы, человек, он, если он продолжает служение, да, и ему не хочется этого, ну, то есть, он времени находит наслаждаться этим, соответственно, скорее всего, он не делает старательных целей, а вот желание славы, как с ним быть, то есть, например, человек, он внешний, он постоянно читает шастру, там, он успевает, то есть, ну, желание славы, оно осталось, Хочет прославиться? Ну, да, ну, тоже столь. Кришна, самый лучший доктор. Он сделает так, что вы прославитесь, а потом опозоритесь. Не вылечит. Вылечит. Не сомневайтесь. За один раз. А можно как-то это делать? Не иначе. Каким измежать? Уже больно. Хороший доктор, он вообще совершенный доктор. Знает, как лучше делать. Кому-то надо что-то отрезать, кому-то, наоборот, надо что-то приезжать. Кто-то может просто выпить таблетки и само отлавиться. По-разному. Чем выше уровень развития духовного, тем круче методики. Если до суда дошел, что-то не помню, тогда вам на каком-то не помню. Как вы сказали? Если уже до суда дошел, ну, то есть, очень высоко дошел и чего-то еще пока не понял, то тогда бить будет очень крепко. Потому что за тобой идут другие. и ты являешься ну, не очень хорошим примером. Вот за что буду плачивать. Одна белика вот передавали, 27 лет умерла, дневенитая, от передозировки наркотиков. Ну, что там. Ну, давно уже. Сразу смерть, потому что потому что она известная, поэтому сразу смерть. Чтоб другим примеры не показывали. Значит, какой-то плохой пример. 7 лет. Элвис Пресли. Кто там еще? Мерлен Монро, да? Высоцка там. Сразу смерть. Почему? Миллионы подражателей. Если так дальше пойдет, в кого эти превратятся? Ага. Смерть. И сразу отрезвление. Оу. Не надо так. Оказывается, там не все так хорошо. Да. Как на стене. Да. Да. А вот в комментариях сказано, что нужно делать то, что именно Бог хочет. Предлагать Ему то, что Он хочет, да? Вот я слышал такое, то, что Богу можно предложить даже наши плохие поступки. Как это вы относитесь? Ну, вот смотрите, мы тут читали в этом самом. Необходимо, однако, отметить, что человек, сделав что-то по собственному усмотрению, не должен предлагать Господу результаты такого поступка. «Да». Некоторые преды меня слышат, говорят, например, что он будет предполагать плохие свои поступки. «Полпады» говорили, что не у меня. «И это если по собственному усмотрению, то есть если ты осознанно сделал этот поступок, ты так понимаю?» «Не что?» «А если не осознанно?» «Можно предлагать всего?» «Нет, я вот спрашиваю». «Раскаиваться надо, когда совершаешь плохую поступку, пока не предлагать». «Надо учиться вообще невнимателем». «И просить Кришну, что Он избавь, пожалуйста, вот это я хочу правильно, но не не получается». «Но дело, не выход, не в этом, что предлагает Кришне что-то несовершенное. Выход в том, чтобы научиться делать совершенно». «А без Кришны как научишься?» «Тогда уже просить силу, чтобы справиться с этим недугом каким-то духовным, просить силу, но не делать, лучше делать, делать это только на месте стоящего». «Если мы сделали какую-то плохую поступку, мы должны раскрыться. Дальше делать это уже нет смысла. Так, слоновье омовение, да, покаяние, говорится, есть такой вид покаяния, так слоновье омовение. То есть, человек грешит, в конце недели идет храм и каянся». Как только вышло, с раму снова пришло. «Седьмое стадии» «Да». «Он потом идет, у него те же привычки. Но вера означает, то есть, истинное покаяние означает, что я теперь должен научиться действовать так, чтобы больше не совершать. учеников». В этом и есть разуме. В этом и есть позиция ученичества. Учеников. То есть, мы должны стать учеником. Принять духовного учителя, значит, стать учеником. Кто такой ученик? Ученик – это тот, кто осознает свою ответственность за свою духовную жизнь. Вообще за свою жизнь. Не означает, я принял Гуру и я теперь свесил на него все. Как говорят, примите Христа и вы будете спасены. И делайте что хотите. Почему Христос должен страдать? Потому что говорят, что он принял все грехи на себя, поэтому греши, а он все заберет. Вот такая позиция. Он сказал, я забираю все ваши грехи, но больше не грешите. Ну, люди-то так все это делают. Он не несет ответственность за будущие грехи. То, что он взял, он забрал. Но за будущие грехи он не несет ответственность. Ну, проповедь-то сейчас такая идет. Ну, понятно. Он на народы-то действует. Он привлечь больше народа. Самый легкий. Да. Но мы не можем принять этот путь. Нам уменьшить. Тогда нам нет смысла становиться преданными. Чем мы отвечаем? Это будет ничего не запрещение. Всегда с болезнью и делать, что хочет. Я знаю, такого нету. Это так, люди, думают, царя. люди, которые просто ходят. Вот просто мимо храма ходят, свечки ставят. А те, кто изучает Писание, они так не неслит. Они тоже духовная практика. Там мощная очень практика. Духовная. Маленькая. Все равно. Все равно. Если почитать очень много. Ну, это как вот православные, когда объясняешь с тем же родственниками, с родственниками разговариваешь, ну, почему мясо не едите? Я говорю, ну, в православии живут, монахи же не едят же мясо. Не знаю, здесь и заповеди. Они не соблюдают. А потом она заболела от мяса и почувствовала даже, как от мяса болеет. И сказала, свеченик, он просил у врача, в Москве позвонил. Да, это от мяса, только почему-то другие не понимают этого. Она вот, ну, подрелась, не может. Мата же тревенья же воспевает. И сексом занималась. И тоже болезни начались. Мата же тревенья как помолилась. Так отшипрала от мяса сразу. Она молится. Она молится, спаси меня от молитв моей мать. Она избавит меня от всех грехов. И тогда как я буду наслаждаться? Она вот сейчас ходит на экскурсы. Закусалась уже четыре раза. Нет. Христианские. Трехгодовые даже. Там 60 человек ходят. И изучают там разные истории. Шастры, шастры, шастры свои. Мы что-то отвлеклись. У нас какой-то был другой вопрос. Ну, это, ну, там, влияет на христиан, что нужно брать ответственность за деньги. Мы проговорили об ученичестве, да? Ну да. Ну, можно быть участником, можно быть членом какой-то традиции. Но ученичество это другое. Что я полностью беру ответственность за то, чтобы избавиться от своих внутренних дурных каких-то наклонностей и искажений и стать настоящим слугой. Да? Мы же говорим, кто такой счастливый человек? Настоящий слуга, как раз осознал свое предназначение. Вот ученичество в этом заключается. Я должен осознать свое предназначение. Поэтому я должен избавиться от всего, что этому мешает. Это моя ответственность. Я буду. Поэтому, если у меня есть желание прославиться там или что-то там заработать на предном служении, то есть, да, Кришна даст знать, что ты не прав, да, но ответственность ученика заключается в том, что я должен теперь избавиться от этого. Я должен молить Бога, чтобы он дал мне возможность как-то чистыми мотивами заниматься предназначением. То есть, по сути, у человека все равно не будет как-бы чувства очищены. то есть, ну, если он такими мотивами любезет. Он может быть харизматичным человеком, даже иметь какие-то способности. но долго это продолжаться не может. Я и вас, отчество прегна, долго это не может продолжаться. это все будет явно и скрыто. Это все будет разоблачено. Верховная личность Бога, он не заинтересован в этом. Он вообще ни в чем не заинтересован. Он самодостаточен, у него все есть, ему и так все принадлежит. Единственное. Единственное, в чем он заинтересован. В чем? В нашем преданном служении. В нашем преданном служении. Бескорыстно, любовно. Бескорыстно, конечно. Он заинтересован в нашей любви. Потому что только любовь может сделать человека по-настоящему счастливым. Человека в сердце нет любви, бескорыстия. Корысть его съест изнутри. Претензии же будут скалечены. То есть, если не будет результатов, будет претензия. Что-то с удовлетворением не будет в сердце. Претензии к преданным. Претензии к Богу, в конце концов. Я так старался, я так делал. Вы извините, не оценили. Я так труда. Я просто претворяю слуху. На самом деле, у меня есть свои мотивы. Вот. Ага. Понимаем? Шримад Бхагавадгита Аки. Жай. Судат Прабхупабхи Ки. Жай. Гора Примирамде. Пали Богу.